Всем привет! Сегодня я решила записать вам небольшое видео, которое будет посвящено моим книжным покупкам. Книжных покупок у меня в этот раз не такое большое количество, но зато я сразу же приступила к чтению моих новинок. Первая книга, которую я вам хотела бы рассказать, это книга Михаила Задорнова в соавторстве с Валентином и Юлей Игнатьюками. Книга называется «Рюрик. Полет сокола». Мне эту книгу посоветовал мой подписчик, за что ему огромное спасибо, так как я уже начала ее читать, прочитала до 37-й страницы. И хотела бы вам рассказать примерно про что эта книга. Книга начинается с того, что у князя Гадаслава рождается сын наследний, которого называют Рарагом, назвали Рарагом. И далее мы видим, что на них нападают франки, а правил в то время Людовик II. И в этом сражении Гадаслава убивают, но перед этим он просит своего брата добромысла, чтобы он спас его семью, его жену и его детей. И вот они уходят из поля сражения, уходят в город Рараг, так же, как и зовут сына его племянника, получается. Их начинают преследовать франки, их окружают в кольцо, и франки выдвигают им следующее условие, что мы не будем на вас нападать при условии, что племянник добромысла, то есть получается сын Гадаслава князя, выйдет, жениться вернее, на принцессе франков. И они также ежегодно будут платить им дань. В таких условиях они расстаются. Мне еще понравилось, что в этой книге очень красивый мелодичный язык, и хотела бы вам сейчас зачитать несколько предложений. «Встревоженные, но ласковые мамины руки, Мерное покачивание челна и ровные всплески весел Убаюкали Рарага и братьев. Молец проснулся уже в темноте, Когда крепкие руки воинов передавали его из челна на берег. Багряное зарево вдалеке окрасило полнеба над рекой, Но здесь, на лесном берегу, было тихо». В общем, потрясающая книга, мне очень нравится. Буду с удовольствием продолжать ее читать. Следующая книга, которая также уже не прочитана, но начата мною, это «Уголовный мир царской России». Да, такая необычная книга, необычный выбор. Аркадий Кашко. Почему я ее взяла? Потому что посоветовали в книжном чате, И сказали очень интересные истории, «Правдивые» из жизни начальника московской сыскной полиции, криминалиста и русского Шерлока Холмса, Аркадия Францевича Кашко. В общем, он сам, получается, пишет свои мемуары в этой книге. Хочется отметить, что здесь очень много его историй, мемуаров, воспоминаний, как хотите, называйте, очень много. Вот если я вам сейчас покажу содержание. Но они все маленькие. Они все очень маленькие. Я вот сейчас на 89-й странице. Здесь нам автор рассказывает о самых простых делах. Например, приходит однажды к нему женщина и просит найти убежавшего кота. Он берется за это дело. Кроме этого, он здесь разыскивает серийных убийц. Абсолютно разные дела, никак друг с другом не связанные. Например, когда у меня есть свободные 10 минут, я могу спокойно открыть эту книгу и прочитать одну либо два дела. И получить от этого удовольствие. Потому что книга читается очень легко, написана очень легко, не надо сидеть и как-то вдумываться во что-то. Для всестороннего развития советую такие, знаете, маленькие, интересные ретро-детективы. Следующая книга, которую я себе взяла, в преддверии 9 мая я взяла Бориса Львовича Васильева. Здесь две повести. «О Зоре здесь тихи» и «Завтра была война». Я также начала ее читать и прочитала первую повесть «О Зоре здесь тихи». И эта повесть «О Зоре здесь тихи» это та повесть, которую нужно всем прочитать. Я всем ее советую. Она маленькая, я прочитала ее за один вечер. Но она очень сильная. Рассказывает она о небольшом железнодорожном разъезде, где давно уже не взрывались бомбы, и поэтому солдаты там уже расслабились. И приезжает туда пять зенитчиц. Их направляют в это место. И сам комендант сначала, конечно, был в шоке. Он не знал, как работать с этими девушками, с этими хохотушками, потому что они вели себя расслабленно. Они могли спокойно повесить свое белье, они могли спокойно пойти позагорать, несмотря на то, что рядом солдаты ходят. Но однажды они узнают, что недалеко от них прошли два немца. И они должны были отправиться на то место и их нейтрализовать. И, как оказалось, там было не два немца, а, по-моему, 16. Или 14, или 16, уже не могу точно сказать. И комендант, которого звали Федор Евграфович, и пятеро девушек зенитчиц отправляются вместе с ним в лес, чтобы найти этих немцев. Я не буду рассказывать, чем все это закончилось, потому что меня будут опять ругать за спойлеры. Но хочу сказать, что обязательно к прочтению, тем более она небольшая. И также я буду дочитывать эту книгу. Здесь еще вторая повесть. Повторюсь, завтра была война, о которой также говорят, что повесть потрясающая. У меня так получилось, что все мои покупочки российских авторов, то есть Борис Васильев, Аркадий Кашко, Михаил Задорнов с Валентином и Юлией Гнатюками. Ну и четвертая книга у меня тоже российского автора. Автор Ирины Измайлова и ее исторический роман, который называется «Собор». Я взяла ее в мягкой обложке, уже также начала читать, у меня здесь и закладочки есть. Прочитала я до 114 страницы. «Невозможно оторваться от этого романа». Я почему-то думала, что здесь будет такое сухое повествование о том, как строили этот собор. Но здесь абсолютно не сухое повествование, очень интересный исторический роман. А начинается все с того, что в больницу попадает Агюст Луидомон Ферран. У него такое сложное имя. Он участвовал в войне. Как раз в то время шла война между Россией и Францией. На престоле был Наполеон Бонапарт. И вот он попадает в больницу. У него два ранения в голову и в ногу. Но он выздоравливает и приезжает к себе домой. А вообще этот Агюст, де Монферран, он всей душой любил архитектуру. Он учился в архитектурном колледже или университете. И как раз таки его в этот момент, когда он учился, забрали на войну. Он приезжает к себе и старается продолжить работать архитектором. Какие-то там мелкие подработки у него есть, но это не хватает у него денег на хороший заработок. И тут начинаются вторые сборы на войну. Его опять же забирают второй раз. И здесь, во втором походе, уже он показывает свои все навыки архитектора. То есть он помогает построить мост за один час. И, конечно, все в шоке были, что он такое придумал. И попал он в плен российским солдатам. И когда российские солдаты узнали о том, что Агюст способствовал тому, что построить мост за один час, он придумал эту задумку. Они его отпустили с письмом своему командиру. И вот в этом письме написано, что отпустите этого Агюста домой, потому что он стоящий архитектор. Интересно узнать о том, как этот Агюст будет в дальнейшем строить Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, потому что в России отрицательно относились к французам. Вот такие вот у меня четыре покупочки на сегодняшний день. И все книги потрясающие. И на раз даже не знаю, за какую книгу браться. На этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.